Продолжение следует... 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 Вот у меня вопрос у вас такой, к вам вопрос именно. Это вот на самом деле она там людям помогает или нет? Вот видите, я прошу Господа Бога моего, Иисусу Христу обращаюсь каждый день, и к святым, которые церковью канонизированы, а мы православные, помогает она там, люди пишут в тетради, я вот была бесплодная, теперь молилась, у меня ребенок на руках, Иосифов об этом профессора Алексея Ильича говорит, просят-то плотского, а остальное мне что просить-то? Я к Богу помолился и все, попросил Пресвятая Госпожа Богородица, Пресладева Мария, спаси молитвы, ангел-хранитель, моли Бога обо мне гречным, Иоанн Креститель, моли Бога о нас, святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Я повторяю примерно 77 святых каждое утро, к которым обращаюсь с молитвою, и помогают, да помогают, они меня хранили в смертельной опасности. Я прошел пять тюрем, как политзаключенный, я видел, как убивают, умирают люди, а я вышел живой. Это Бог так сделал. И вот вы, если наши ресурсы зайдете, и у вас будет желание дальше что-то узнавать, ну я в Ютубе просто, в Ютубе, я скину на вас какие правила, и вы можете, ну какие правила одни, заранее мне написать надо. С четырех Москвы до четырех вечера. В Скайпе. Не в Ютубе, а в Скайпе. В Скайпе, в Скайпе. В Скайпе. А в Скайпе меня найти очень просто. Игнатий Лапкин. Вы выйдете и скажите там внизу или где-то, чтобы не было там каких-то аватары, а своя фотография была. Никаких ников не признаю. И там мы можем поговорить конкретно. Вы с вопросами придете. У меня каждый день кто-то приходит. Ну хорошо, у меня много к вам будет вопросов, просто мы не будем тут эфир задерживать. Хорошо, я вас найду, обязательно с вами свяжусь. У меня одному никак нельзя. Все, она найдет вас потом. Найдете, да? Я не совсем хорошо слышу, поэтому брата переспрашиваю. Но всего хорошего вам. Его вам тоже. Храни вас Господь. Во славу Божию. Добрый день. У вас день? Мы православные христиане. И вот сегодня я первый раз вышел сюда, потому что у меня умер брат, а он был парализованный 17 лет. И сегодня его хоронят. И он в этой рулетке был. И я решил заглянуть, чем он там, что занимался. Он очень умный был. И всем говорил о Христе. Я думаю, дай-ка я посмотрю. Может быть, я вместо него буду. Ну, здесь ничего умного нет. Я вам сразу могу сказать. Так вот, я могу вам сказать, хорошее дело. Курить вредно. 12 лет жизни отнимаются. Человеческое тело – это храм Божий. А в храме не курят. Ян Кронштадтский говорил. Уста, рот курящего – демонская кадильница. Так что, видите, мы уже встретились, уже не зря. Я вам говорю, что Христос умер за нас и ждет от нас покаяния жизни по его Евангелию. Вот уже мы не случайно встретились. Это промысел Божий. Но у нас направления немножко разные. Вы можете зайти на наш сайт, на YouTube. Он называется «Во свете Библии». У меня там 13 лет. У меня вера другая. Вера другая у него. Я знаю. Вы мусульмане? Я мусульман. У нас с мусульманами очень хорошие отношения. Я в Баку был, в доме Мулы ночевали. Я ходил там в мечеть и молился с ними. В общем-то, то, что в Библии написано и в Коране, я думаю, там есть, конечно, разночтение немножко. Но, в общем-то, смысл и все одинаковое, я думаю, в принципе. Видите, у нас в Деяниях Апостолов 4 глава 12 сих написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому мы верим, что за нас умер Христос. Христос Спаситель. Вы, Иса, верите, что Он просто вознесся? А в Евангелии за 600 лет раньше уже написано было, что Он умер. Вот Пасха, Христос Воскрес, мы поздравляем. Добрый вечер. Добрый. А Вы какими судьбами? А дело в том, что вот эту чат-рулетку в последнее время два ролика записал. Мой близкий человек, он умер, его сегодня хоронят. Он в 17 лет был парализованный, недвижимый. И все, на весь мир известно, он писал иконы. И Сергей Козлов из города Воронеж. Сегодня его хоронят. Я тогда решил, раз его уже нету, а может у него тут уже друзья, я попросил брата ввести меня в эту рулетку-то. Мы верующие православные христиане, и мы живем по Евангелию. Кто-то нуждается узнать путь спасения. Я вот сегодня впервые зашел. Может, не случайная наша встреча. Может, у вас есть духовные вопросы. У меня очень большой YouTube. 13 700 роликов. Я тоже православный. Как? Тоже православный. Тоже православный. Вы можете зайти на наш YouTube. Запишите, я скажу название. А вы можете мне записать в этом... Там вот... Нет, это я для вас хотел сказать наш YouTube. 13 700 роликов у меня там есть. Вот здесь можно ввести. Вот здесь вот. Нажмите. А как? Да, можете ввести. Мышка, мы. Мышка вот здесь нажмите. Потому что вы мне скажете, я могу не найти. Вот здесь вот? Да, и запишите. Так. Вот так, видишь как? Я не вижу буквы-то. Это два слова. Сейчас я разделю их. Подождите-ка. Вот так вот все эти Библии. Открытым оком. Вот так вот вам видно? Ничего не пришло? Отправить надо. Отправить. Вот это вот? Да. Вот это? Так, что там написано там? Отправить? А тут что-то по-английски написано. А если я вот так ударю? Все, ушло. Дошло, нет? Да, пришло. Ну вот, если вы туда зайдете, там можете на наш сайт выйти, на форум. Это огромные-огромные ресурсы. А вы из Барнаула, да? Да, из Барнаула. Понятно. Ясно все. Ладно, хорошо, посмотрю. Храни вас Господь. Я уже скопировал. У вас тоже храни Господь. Очень богатые у нас ресурсы. Можете заходить. Там отвечают, я на сайте отвечаю 4124 вопроса. Я в пяти университетах вел занятия. И всегда вопросы были. По радиопрограммам, когда я их вел, как ведущий. Вопросы всякие. Политические, экономические, социальные. Там все найдете. 55 папок. Ясненько. Хорошо, спасибо. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. ПОДПИШИСЬ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok